МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Новый случай заболевания новой коронавирусной инфекции зарегистрирован в Нарьинмаре у пациента терапевтического отделения Неницкой окружной больницы. Он переведен в инфекционное отделение номер 2, которое развернуто в здании детского отделения. Состояние заболевшего удовлетворительное, он получает необходимое лечение. Живые игрушки. Все чаще на просторах интернета в местных пабликах пестрят посты о пропаже питомцев. Многие из них потерялись по вине нерадивых хозяев, которые отпускали животных на самовыгул. Чем может обернуться подобное обращение с братьями меньшими? В преддверии юбилея Великой Победы телеканал «Север» продолжает рассказывать о героях-земляках. Сегодня в эфире расскажем об уроженце села Ижма Республики Коми Прокопье Канево. Он единственный солдат из Неницкого округа, кто был удостоен Ордена Ленина. И в начале выпуска актуальная информация по эпидемиологической обстановке в Неницком округе. По состоянию на 20 часов 7 мая диагноз COVID-19 подтвержден у 49 граждан. Новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Нарьинмаре у пациента терапевтического отделения Неницкой окружной больницы. Он переведен в инфекционное отделение номер 2, которое развернуто в здании детского отделения. Состояние заболевшего удовлетворительное. Он получает все необходимое лечение. Все подробности далее. Как стало известно, в ходе заседания оперативного штаба под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Неницкого округа Юрия Бездудного пациент поступил в терапию 29 апреля с острым заболеванием сердечно-сосудистой системы. Впоследствии его самочувствие ухудшилось. Первые признаки проявления вирусного заболевания появились у пациента только 5 мая. Поднялась высокая температура и было принято решение взять у него тест-пробу на COVID-19. Мазок взят 6 мая утром. Результаты теста, которые оказались положительными, пришли вечером 6 мая. После перевода в инфекционное отделение номер 2, в палате, где лежал пациент, проведена дезинфекция. У всех медиков, осуществляющих лечение пациента и у которых был с ним прямой контакт, взяты тест-пробы на коронавирус. В связи с тем, что Денинская окружная больница у нас единственное в своем роде такое лечебное учреждение, поэтому мы не можем допустить, чтобы она ушла вся на карантин. И предлагаем провести комплекс мероприятий, связанных с тем, что в настоящий момент те пациенты, которые до этого находились в терапевтическом отделении, будут разделены на тех, которых можно выписать, и они смогут находиться дома на самоизоляции. И тех, кого мы выписать не можем. Вот тех, кого мы выписать не можем, а также врачей, которые контактировали с этим больным коронавирусом, мы перемещаем, сделаем для них специальную зону. Специальную зону расположат на третьем этаже Ненинской окружной больницы. За всеми контактировавшими будут наблюдать медики. Первый и второй этаж стационара Ненинской окружной больницы, где сейчас располагаются детское и терапевтическое отделения, соответственно, будут освобождены от пациентов, продезинфицированы и подготовлены для приема экстренных больных. Я хотел бы совершенно четко сказать, что Ненинская окружная больница, не взирая на этот случай заражения, будет работать в нормальном режиме, будет принимать больных и лечить, что для нас чрезвычайно важно. Потому что люди болеют не только коронавирусом, но и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У кого-то может быть аппендицит. То есть вся лечебная база будет работать. Добавлю, сейчас на лечение в Ненинской окружной больнице с диагнозом COVID-19 находится 9 человек. Один житель Нарьинмара, у которого был обнаружен коронавирус и заболевание протекает в легкой форме, проходит лечение на дому в самоизоляции. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения готовит изменения в постановлении губернатора Ненинского округа о введении режима повышенной готовности. Как сообщили в профильном ведомстве, ограничительные меры в регионе планируется продлить до конца мая. Алина Ваучейская, Владислав Ткачев, Телеканал Север. И теперь к другим темам. На пять дней раньше прогнозируемых сроков. Ледоход в Нарьинмаре может пройти уже 20 мая. Об этом сообщили в Нарьинмарской объединенной гидрологической станции. В настоящий момент голова ледохода находится в 850 километров от окружной столицы. По данным гидрологического бюллетеня, на участке до устью гора наблюдается ледоход различной интенсивности. В связи с низкой водностью голова ледохода становилась ниже Приуральского, что в 851 километре от Нарьинмара. Подвижки льда распространились до населенного пункта Красный Як. До Усть-Цильма ледостав за окраинами, ниже до окружной столицы сплошной ледостав. Произошло вскрытие на притоке Печория реке Цильмия. На реке Ижми наблюдается редкий средний ледоход. В районе ущу гора ледоход уровень воды за сутки снизился более чем на 280 сантиметров. От Усть-Кожвы до Ермицы вода прибыла от 3 до 42 сантиметров, ледостав за окраинами. В Оксе на уровень воды составляет 176 сантиметров, рост за сутки 20 сантиметров. На Нарьинмаре вода прибыла на 3 сантиметра, а в Анде-Гео-Сколково на Малой Печоре она убыла. На Азве, Сули, Колве и Пёше отмечен рост воды, ледостав за окраинами вода на льду. Вскрытие реки Печоры на участке Ущугор-Усть-Кожва ожидается в период 7-8 мая. На участке Усть-Кожва-Ермицы – 8-15 мая. Начало ледоходов по арту Нарьинмар, согласно информации отдела речных и морских гидрологических прогнозов, ожидается 20 мая. Собрание депутатов Ненецкого округа проведет публичные слушания по годовому отчету об исполнении окружного бюджета за прошлый год. Они состоятся 19 мая в 16 часов в актовом зале администрации Ненецкого округа. С учетом текущей ситуации в регионе и введенным режимом повышенной готовности, порядок проведения публичных слушаний будет уточнен дополнительно. По законодательству Ненецкого округа в срок до 15 мая губернатор региона предоставляет в собрание депутатов отчет об исполнении окружного бюджета. За предыдущий год. После чего определяется дата проведения публичных слушаний. Проект окружного закона опубликован в газете Нарьяна Виндер, а также размещен на официальных сайтах администрации округа и регионального парламента. Для чего они проводятся? Для того, чтобы знать мнение юридических, физических лиц об исполнении, а может быть какие-то замечания, предложения будут. Эти замечания, предложения любой житель и организация могут предоставить в собрание депутатов в электронном носителе или на бумажном носителе в срок до 18 мая. Все замечания и предложения должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а замечания и предложения юридических лиц должны содержать полное наименование юридического лица и его местонахождение. Как отметила Наталья Кордакова, в бюджете 2019 года было 25 программ, в том числе нацпроекты. 15% средств было направлено на производство и субсидии, 52% на социальные нужды жителей, то есть бюджет был социально направленным. Напомню, публичные слушания пройдут 19 мая в 16 часов. Все чаще на просторах интернета в местных пабликах пестрят посты о пропаже питомцев. Многие из них потерялись по вине нерадивых хозяев, которые отпускали животных на самовыгул. О том, чем грозит подобное обращение с питомцами, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Ирина Новоселова четыре года назад взяла в семью маленького спаниеля Бенни. Инициатором стала дочь. Когда ей исполнилось три года, малышка искренне захотела питомца. Тогда Ирина с мужем подошли к вопросу серьезно. Взвесили все за и против. Знакомая мне сказала, что у них появилось, у знакомых родились щенята и хотят убирать. Поэтому нам стало жалко. И мы взяли его. Несмотря на то, что это должен быть спаниель, он такой у нас бракованный спаниель, но мы его очень любим. Он у нас домашний любимчик, полноценный член семьи. Мы всегда везде с ним вместе. То есть он ездит с нами в машине. Мы его купаем, стрижем. Он у нас такой маленький второй ребеночек. Выгуливают Бенни часто – от пяти до десяти раз в день. И обязательно на поводке. Отпускает порезвиться на свободу лишь в лесу, при этом пристально наблюдая за питомцем. Ирина категорически против самого угла. Разумеется, против. Я считаю, что взрослые люди должны к этому относиться серьезно, понимая, что животное у нас в нашей среде, в социуме, оно уязвимо. Оно слабое звено у нас и может попасть в аварию, в неприятную ситуацию, когда, допустим, вот у нас пес, он более маленький, зачастую мы встречаем больших собак без поводка. То есть это непосредственно опасность в плане того, что собака, она больше может нанести раны более маленькому. Прежде чем завести питомца, потенциальный хозяин должен задать себе вопрос – а нужен ли он мне будет в будущем? Хватит ли сил и времени, должен ухаживать за новым членом семьи? Если возникает сомнение, лучше отказаться от этой идеи. Статистика неутешительная. Каждый месяц в ветеринарные клиники Наринмара поступают животные с сильными повреждениями и серьезными травмами из-за ДТП. Причем зачастую все они в момент наезды техники находились рядом с хозяевами. Однако были не на поводке. Был у нас снегоход, квадроцит, машина. Все они были благополучны в плане в том, что нужно было делать операцию животному. Ситуация была недавно, уже совершенно другая, не в этом месяце. Животное выпустили на самовыгу, причем маленькую собачку. Она гуляла, автомобиль не заметил, то есть автомобиль не заметил собачку. Ну и надпись, она попала под колеса. В пункт временного содержания безнадзорных животных только за апрель поступило 6 собак с тяжелыми травмами. Четыре из них уже поправились, две находятся на реабилитации. Каждый месяц стабильно поступают травмированные, либо уже мертвые питомцы – жертвы самовыгула. Сейчас здесь находятся 66 животных, 20 из них – кошки и коты, остальные – собаки. Самое печальное, что все питомцы стали не нужны своим хозяевам. При травмах автомобильных, если укорачиваются животные, потому что это повреждение внутренних органов, опорно-двигательного аппарата. Конечно, оно сокращается. Насколько часто у нас проявляются эти ситуации с самовыгольными животными, которые попадают в автокатастрофы, оно намного сильнее сейчас будет, именно летом. Сегодня в некоторых регионах действуют штрафы за выгул собак в неположенном месте, а также за самовыгул. Так, например, от одной до двух тысяч рублей заплатит хозяин питомца, если гулял с ним без поводка на территории лесного массива в парке и сквере. Однако в нашем регионе штрафы не предусмотрены. Хозяева остаются безнаказанными, а питомцы предоставлены воле судьбы. Актуальные новости, различные программы, музыкальные новинки и, конечно, прямые эфиры. Сегодня в России отмечается День радио. Именно 7 мая 1895 года впервые был продемонстрирован радиоприемник, созданный физиком Александром Поповым. Впервые профессиональный праздник торжественно отметили в Советском Союзе в 1925 году. В нашем следующем материале расскажем о тех, кто делает теплое радио Север-ФМ. Привет всем, кто в пути. В эфире программа «Навигатор». У микрофона Иван Сысоев. Иван Сысоев работает радиоведущим всего 4 месяца. Его задача – общаться со слушателями в прямом эфире, знакомить с новостями, а также выражать эмоции и при этом не забывать о четком произношении, следить за культурой речи и не сбиться с мысли. Его работу не назовешь легкой. Я на радио работаю не так давно. Естественно, я испытываю волнение, потому что это двойная ответственность, когда ты выходишь в прямом эфире. Тебе нужно контролировать свою речь, тебе нужно следить за своим словарным запасом, и ты понимаешь, что тебя прямо сейчас слышат люди, и, в общем, ошибиться никак нельзя. Но это классно, когда у тебя получается строить какие-то интересные предложения, когда у тебя получается выстроить и рассказать какую-то интересную полезную информацию. В общем, это клёво и здорово. Шеф-редактор «Радио Север» Анастасия Сабатович признаётся, одна из особенностей профессии, какое бы настроение у тебя ни было с утра, в микрофон ты обязан выдавать позитив, а в ответ, само собой, получать такие же положительные эмоции от слушателей. Иногда звонят настолько искренние люди, настолько позитивные, когда особенно розыгрыши какие-то проходят, они так отчаянно соревнуются, они так искренне переживают. Очень любим, когда нам звонят дети, потому что это определённые эмоции, они прям искренне открытые, они нас прям заряжают очень сильно. Поэтому это, мне кажется, очень важно. Пока на радио нет прямых эфиров. Это связано с ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Ведущие готовят программу на 9 мая. Я думаю, что многие слушатели заметили изменения в эфире. Начиная со 2 мая выходит очень много программ, именно направленных к 9 мая. То есть у нас идут и песни «Победы», которые, кстати, идут в оригинале, за что огромное спасибо нашему звукорежиссёру Борису Зазуле, который очень долго и самоотверженно искал песни именно в оригинальном звучании. Поэтому не пугайтесь, это надо так задуманно. Я надеюсь, что всё-таки люди оценят это. У нас есть программа «Прекрасные стихи», читают люди. Первые радиопередачи вышли в эфир на мировом пространстве более 100 лет назад. Наши ведущие уверены, что радио будет востребовано и в следующую сотню лет. Александра Литкова, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». До юбилея Великой Победы 9 мая остались считанные дни. В преддверии большого праздника Телеканал «Север» продолжает рассказывать о героях-земляках. Сегодняшний сюжет посвящен уроженцу села Ижма Республики Коми Прокопию Каневу. В Нарьинмар его семья переехала в 30-е годы. Из-за полярной столицы будущий орденоносец был призван в армию, а затем попал на фронт. Он единственный солдат из Нинецкого округа, кто был удостоен ордена Ленина. А ещё в честь подвигов Прокопия Руфимовича военным советом Южного фронта была издана листовка. Называлась она «Наш Прокопий Канев». В съёмочной группе телеканала «Север» удалось найти этот печатный документ. О лучшем десантнике элитных войск Красной Армии расскажет Любовь Пермякова. Вот эта листовка, описывающая подвиги бесстрашного разведчика Прокопия Канева. Ему неизвестный автор даже посвятил стихотворение. «Пускай гудит в полях пурга, пускай метель метёт, отважный Канев в тыл врага стремительно пойдёт». В годы Великой Отечественной военная печать, листовки и плакаты имели огромное значение для мобилизации сил армии и всего народа. На них печатались фотографии и имена лучших из лучших солдат фронта. В Нинецкий краеведческий музей данная листовка попала благодаря известному окружному историку и краеведу Юрию Каневу. «В своё время я обдорожил её в интернете, она продавалась на аукционе. Я купил её и передал её в наш окружный музей в память вот об этом героическом бойце». Прокопий Канев в 1938 году был призван в армию. Он оказался на службе в 212-й воздушной десантной бригаде, которая считалась элитой Красной армии. «С начала войны бригада была переброшена на Украину и приняла участие в обороне Киева, причём проявила себя с самой лучшей стороны. Когда в сентябре войска юго-западного фронта были окружены под Киевом, так называемый Киевский котёл, бригада не сложила оружие, она с боями прорвалась. И вот именно в этих боях Прокопий проявил себя с самой лучшей стороны. Он захватывал языков, уничтожал штабы противников вместе с товарищами. В общем, действовал очень активно, смело, решительно». Вот как описывает наградной лист подвиги младшего сержанта. Героический боец товарищ Канев неоднократно пробирался в тыл врага, уничтожая фашистов, сеял панику и доставлял ценные сведения, благодаря которым батальон успешно выполнял целый ряд боевых задач. Находясь в разведке в селе Мутино, 7 сентября 1941 года разведал расположение батарей, танков и скоплений войск противника. Попав в окружение, он уничтожил офицера и одного солдата, сам вышел невредимым. Находясь в разведке в селе Заболотово, 10 сентября того же года зашел в тыл противника, уничтожил до 10 солдат и офицеров, забросал их гранатами, а остальные в панике бежали. В разведке 29 сентября 1941 года в совхозе Павловка забросал гранатами боевое охранение противника, где уничтожил до 12 фашистов, уничтожил ехавшего на мотоцикле офицера и привел в штаб мотоцикл и ценные документы. За проявленный героизм, мужество и образцовое выполнение боевых заданий командование воздушно-десантной бригады представило Прокопия Канева к званию Героя Советского Союза. Но военный совет фронта решил наградить сержанта орденом Ленина. На основании указа Президиума Верховного Совета Союза СССР от 22 октября 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецким захватчиком и проявленные при этом доблесть и мужество наградить орденом Ленина младшего сержанта Канева Прокопия Руфимовича в списке награжденных под номером 21. Сохранились воспоминания Героя Советского Союза полковника Родимцева, который вручал им этот орден. Вручался он ему 13 декабря 1941 года в присутствии штаба дивизии. И, в общем, орден носил всего три или четыре дня, потому что уже 16 декабря 1941 года он погиб в бою в Курской области. За все годы войны Прокопий Канев – единственный солдат, кто был удостоен высшей награды Советского Союза Ордена Ленина.